Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Праздник, популяризирующий донорство крови, создан для того, чтобы выразить благодарность добровольным, неоплачиваемым донорам крови за их благотворительный жест, который ежегодно спасает сотни жизней. Подробнее нам расскажет менеджер по пропаганде донорства крови ГБУ Республики Саха-Якутия, станции переливания крови, Юлия Гоголева. Юлия, доброе утро. Здравствуйте. Большое спасибо, что пришли к нам в это раннее утро. И расскажите, пожалуйста, немножко поподробнее по поводу этого праздника. Как вообще и как в Якутске он проходит? Какие мероприятия? Всемирный день донора крови приурочен к дню рождения Карла Ланштейнера, который открыл группу крови человека и удостоен за это открытие Нобелевской премии в 30-е годы прошлого века. Как вы уже сказали, цель этого праздника – выразить благодарность за возможность подарить жизнь больным людям и, конечно же, привлечь внимание общественности к наиболее актуальным вопросам донорства крови сегодня. Это какие вопросы? Развитие регулярного, добровольного и безвозмездного донорства. Безвозмездного? Понятно. А вообще, вот сейчас та кровь, которая сдаётся ежедневно, этой крови достаточно для Якутси? Да. Как таковой проблемы, острой нехватки в донорской крови нет, но мы должны понимать, что донорская кровь всегда нужна, так как в чрезвычайной ситуации роженицы, больные онкозаболеваниями и всегда требуется переливание компонентов, лекарств из крови. Много ли вообще доноров у нас в Якутске? Да. Ну, по республике числится 9 с лишним тысяч человек и ежедневно приходят на сдачу крови на станцию 60, в среднем, да, 60 человек. Давайте перейдём к вопросам более практичным. Вот, допустим, молодой человек хочет сдать кровь. Что у него, какое у него должно быть здоровье, что он должен с собой принести? Да, из документов это обязательно паспорт, городская или временная прописка. Если этого не имеется, то справка с места учёбы для студентов невыпускного курса. И так, требование к здоровью должно быть соответствующее, полностью здоровым, никаких противопоказаний, никаких заболеваний в прошлом, гепатитами. И, ну... Даже если прошло какое-то время, человек выяснился, да, это всё равно? Да, конечно, да, это абсолютный отвод. Требование к весу больше 50 килограмм, ну, в принципе, всё. И желание помочь, конечно, больным. А сколько крови забирают? Это тоже от веса, наверное, как-то зависит от роста, от возраста? Да, конечно, ага. Если, ну, и здоровье, и вес соответствует, то 450 миллилитров берёт. А если, ну, допустим, девушка у нас, девушки же немножко такие хрупкие, ну... Ранимые, нежные. Телосложение, да, они в основном 350, да, 350 миллилитров. Это решение принимает врач-трансфузиолог. Ага. Вот как-то к этому нужно подготовиться к сдаче? Допустим, вот я знаю, что, ну, завтра мне надо сдать кровь, я пойду. И как там кушать? Да, конечно. Допустим, с утра нельзя, там, не знаю, помыться нам. Да, за двое суток нельзя употреблять алкоголь, за сутки жирную, копчёную, острую пищу. Утром обязательно нужно позавтракать. Ага. Чаем, вареньем, печеньками, ну, никак не молочными и не фруктами. Молочными и фруктами? Молочными, да, нет, фруктами, имею в виду бананом. Вы сказали, что нельзя употреблять алкогольные напитки в течение двух дней, а сигареты? Сигареты, да, конечно, да, сигареты за час до сдачи нужно воздержаться от курения. Хотя бы за час? За час, да. Так, а вы, кстати, сами сдаёте кровь? Да, конечно. И как часто можно сдавать кровь? Есть ли какие-то ограничения? Да, женщины за 12 месяцев должны сдавать не более 4 раз, мужчины 5. Вы сказали, что развитие общего донора нуждается в том, чтобы регулярно люди сдавали кровь. Почему именно регулярно нужно? Ну, регулярные доноры – это те, кто ответственно подходят к самой процедуре. Это люди, которые, ну, невозможно, ну, не могут утаить какие-нибудь алочные замысли, да, или же они, ну, ответственно подходят, и в основном это безопасные. Они приносят справку от врача, который подтверждает здоровье. Я немножко про донорство в интернете прочитал, никогда сам, кстати, не сдавал ещё, но я уверен, что на этой неделе пойду. Есть ли какие-то побочные эффекты там? Я слышал, что есть чуть ли не привыкание к донорству крови. Это заблуждение. Обычно донорство, наоборот, позволяет организму приспособиться к кровопотере. Вот, допустим, если, не дай Боже, донор и обычный человек попадут в аварию, то у донора есть больше шансов на выживание, нежели чем у здорового. То есть кровь, как бы, тело умеет производить кровь в больших количествах, получается? Не в больших количествах, а быстрее восстанавливаться. Быстрее восстанавливаться. Ну, тут примерно то же самое. Я знаю, что вы хотели поздравить своих коллег. Да. Во-первых, я поздравляю всех доноров с этим замечательным праздником. Также 17 июня будет праздновать День медицинского работника, в связи с чем поздравляю всё медицинское сообщество и, конечно же, свою любимую кафедру общественного здоровья и здравоохранения Савина Надежды Валерьевны. Всё. Буквально одним словом пишите, что чувствует донор крови, когда сдаёт кровь? Воодушевление. Именно воодушевление. Прекрасно. Большое спасибо, что встретили это утро вместе с нами. Дорогие телезрители, напоминаю, что с 14 июня отмечается Мирный день донора крови. Если вы всегда сомневались, то именно сегодня стоит подойти куда? Петра Алексеева, 87. С 8.30 до 11.30.